Культурная мафия действует в Украине. Об этом заявляют продюсеры и оперные певцы. Они рассказали, в Национальном театре оперы и балета обнаружили нецелевое использование средств на сумму полтора миллиона гривен. Директор учреждения получает ежемесячную зарплату в 140 тысяч, а министра культуры называет ангелом-хранителем. Между тем здание ветшает, а талантливые актеры уезжают за рубеж, рассказали на пресс-конференции. Это действительно мафия, ребята. Так нельзя жить дальше. Я вижу, на глазах просто падает уровень нашего театра. Мало того, что уезжают лучшие актеры. Получается так, что все музыкальные учреждения по воспитанию подрастающего поколения актеров и танцоров, мы работаем на заграницу. Они уезжают туда. Директор и главный режиссер театра за год получили зарплату на сумму 2 миллиона гривен, рассказывают на пресс-конференции. За два года только на кожу для театра потратили 210 тысяч долларов, а на обувь 105 тысяч долларов. Огромные суммы тратятся театрам и на проведение государственных праздников, говорят здесь. Смета на подготовку Дня независимости Украины. Так вот, режиссура стоила 4 тысячи долларов, чтобы понимали, это режиссура поднятия флага президента. И техническое обеспечение обошлось бюджету в 113 тысяч долларов. Деньги Министерством культуры выделяются и на питание, и на медобслуживание коллектива. Ничего из этого певцы и балетные танцоры не видят, говорит продюсер Алена Матвиенко. Несмотря на ежегодный бюджет в 180 миллионов, новых ярких постановок нет. Здание не ремонтируется, в залы не идет зритель. Это не театр. Туда даже стыдно ходить. Там иногда бывает так, в зале меньше, нежели на сцене. Если вы этого не знаете, ходите чаще в театр. Если была поставлена «Жизель», были аншлаги. Если были поставлены целый ряд других спектаклей, были аншлаги, они сняты, их нету в репертуаре театра. В самом театре давать комментарии на камеру отказались, но прислали ответы на информационные запросы. Главный режиссер в письме информирует, к проведению государственных праздников и суммам, потраченным на них, он не имеет никакого отношения. «Жизель» в театре показывают зрителю и сейчас. За 4 года на сцене киевского оперного поставлены более 10 новых представлений, а за последние несколько лет из театра уволился лишь один сотрудник. Теза про виті кадрів є також хибною, оскільки за роки моєї роботи на керівній посаді з театру поїхав лише один соліст оперної трупи – Олександр Киреїв. У той же час лише тільки протягом нинішнього сезону у виставах театру візьмуть участь солісти, которые работают на лучших оперных сценах світу. Директор же театра прислал объяснение в письмах и таблицах. Там указал, на кожу за два года по сметам потрачено около 300 тысяч гривен, на обувь – более 600 тысяч гривен. Капитальный ремонт в театре проводился в 1988 году, но в 2013 выделяли деньги на ремонт оборудования сцены и новую кровлю. Всего же на обновление нужно около 66 миллионов гривен.